Главный вопрос, Григорий Алексеевич, конечно же, наши интеграционные проекты и проблемы в союзном строительстве Беларуси и России. Я не скрывал, и не буду в этом разговоре скрывать, слишком много проблем наметилось. У нас в стране слишком много критики в адрес не только интеграции на уровне двух государств, но и на уровне Евразийского экономического союза, да и СНГ. Хотя, в общем-то, СНГ свою функцию выполняет, которую оно может выполнять и движется теми темпами, которые мы задаем для СНГ. Главное, конечно, экономический союз и наш союз Беларуси и России. Достаточно сказать, что в прошлом году торгово-экономические отношения наших государств были не на лучшем уровне. Более того, мы обвалились там процентов на 40. Печально, что в этом году даже к уровню прошлого провального года у нас с Россией за полгода товарооборот снизился еще на 10%. Это никуда не годится. Мы всегда гордимся тем, что товарооборот снизился, но в натуральном выражении мы прибавим. Ну, о чем это говорит? Говорит о том, что мы начали поставлять в Россию большие объемы, но по ценам наполовину ниже. Какая доходность Беларуси от этого? Ну, да никакой практически. Более того, вот мы телепаемся, иначе не скажешь, вы, наверное, в курсе дела, уже несколько месяцев не можем договориться по цене на газ. В связи с этим Россия снизила поставки нефти в Беларусь. Мы это воспринимаем как давление на Беларусь, но понимаете, что давление я не потерплю, и белорусы тоже. Наши товары при поставках в Россию блокируются, особенно продукты питания, которые Евросоюз закупает и готов закупать. Но в России почему-то они некачественные. Ну, понятно, когда мы поставляем качественный товар и по приемлемым ценам в Россию, мы бьем по карманам олигархам от сельского хозяйства в России. Они давят на правительство, а правительство дает команду ФАС разного рода чиновникам от Россельхознадзора и так далее. Они у нас три предприятия открывают для поставок, пять закрывают. Пять открывают, шесть потом закрывают. Понимаете, идет вот это неприкрытое давление. Я почему открыто об этом говорю? Потому что уже надоело. Это уже через край. Дальше так продолжаться не можно. И еще я говорю это потому, чтобы вы понимали, на каком фоне мы сегодня говорим о дальнейшем развитии нашего союзного проекта. То, что я сказал, ни в коем случае не означает, что мы будем в каком-то плане сворачивать интеграционные проекты и так далее. Но свое участие в этих проектах мы будем оптимизировать. Я дал такое распоряжение правительству и администрации президента. Мы сейчас очень внимательно анализируем наше участие прежде всего в Евразийском экономическом союзе. Если так будет продолжаться, ну зачем нам там держать кучу чиновников? Там, по-моему, уже больше тысячи, так называемое правительство наше, Евразийский экономический союз. Ну то, что около 900, это точно. И какой результат? Около тысячи, по-моему. Около тысячи. Ну и какой результат? И зачем мне платить деньги на содержание в Москве, в самом дорогом городе мира, зачем мне платить деньги и содержать там высококлассных специалистов? Мы лучших туда отдали. Мы им найдем работу здесь. А то, что будет там приниматься решение, мы с ними согласимся. Потому что их практически нет. Мы нарушаем то, о чем мы договорились. Опять же, я это не говорю для того, чтобы поднять тут буру возмущения. Нет, ни в коем случае. Но я еще раз говорю, скрывать это нельзя. Мы должны четко определиться. Или мы идем на углубленную интеграцию государств, или нет. И самое главное, мы будем исполнять заключенные договоры и обязательства, или не будем. Вот это главный вопрос для нас. Вы хорошо знаете Беларусь. Вы знаете нашу ситуацию, наше положение. Вы прекрасно понимаете, что мы не собираемся здесь бежать впереди паровоза и, знаете, кого-то излишне дергать. Нам это не нужно. Мы всегда старались приспособиться к своим соседям, чтобы им не мешать. Но у нас же есть собственный интерес. Поэтому хотелось бы, несмотря на это, услышать вашу точку зрения, как вы в постоянном комитете это оцениваете, ну и как будем действовать дальше. И просто вас попросить, как человека преданного нашему единству. Я просил бы вас более активно подключиться на уровне правительства и президента России к отстаиванию интересов, наших общих интересов в Беларуси и России. Чтобы мы хоть как-то двигались вперед. Это актуально сейчас, когда прошли думские выборы, но еще важнее накануне президентских выборов в России и не за горами они в Беларуси. Время летит очень быстро. Поэтому я бы вас просил опираться на все ваши возможности и как-то аккуратно, как вы это умеете делать, дипломатично все-таки как-то россиян подталкивать к решению проблемных вопросов. В противном случае высший госсовет, о котором мы сегодня будем говорить, но он выльется опять в какие-то препирательства, замалчивания. А нам надо вперед двигаться, если мы проводим на уровне глав государств, правительств, высших должностных лиц такое заседание.